Здравствуйте! Для помощи пациентам в реализации главного права на охрану здоровья в системе обязательного медицинского страхования формируется Институт страховых представителей. Об этом мы сегодня поговорим с заместителем директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края Людмилой Борисовной Ждановой. Здравствуйте, Людмила Борисовна! Давайте начнем с самого начала. Как все это происходило и какие задачи стоят перед новой службой? Страховые медицинские организации всегда занимались защитой прав своих застрахованных лиц. Но сегодня мы выстраиваем систему таким образом, чтобы эта их функция стала главной, приоритетной функцией. Важно, чтобы каждый человек в лице своей страховой компании видел не просто ту организацию, которая выдала ему полис обязательного медицинского страхования, а видел в первую очередь защитника, надежного помощника при оказании бесплатной медицинской помощи. Мы формируем сегодня пациента-ориентированную модель защиты прав застрахованных граждан. Именно эта идеология лежит в основе создания службы страховых представителей. Служба эта создается с 2016 года. И в январе 2018 года приступил к работе третий уровень этой службы. Началось все с создания контакт-центра в 2016 году. Контакт-центр, по сути, объединил работу с обращениями граждан всех страховых компаний и фонда обязательного медицинского страхования. То есть все обращения в крае, поступившие от граждан, вносятся в режиме онлайн в единый электронный журнал. Надо отметить, что с момента создания контакт-центра количество обращений граждан за консультациями значительно увеличилось. Не только увеличилось количество обращений, поменялась и структура этих обращений. То есть если раньше люди обращались с вопросами, где получить полис, как это сделать, какие документы нужны, что, как быть при утере полиса, то сегодня это вопросы, которые связаны именно с оказанием бесплатной медицинской помощи. Интересует организация работы лечебных учреждений, интересует порядок получения бесплатной медицинской помощи тех или иных ее видов, интересует реализация права на выбор медицинской организации врача. Ну вот за 2017 год принято в контакт-центре более 50 тысяч обращений граждан. И важно то, что обратиться может любой человек, вне зависимости от того, какой полис, полис какой компании у него на руках имеется. То есть достаточно позвонить по одному из бесплатных телефонов горячей линии. А если вопрос достаточно сложный, или ваши специалисты, которые сидят на телефонах, они могут ответить на любой вопрос? Первый уровень страховых представителей – это вот как раз те специалисты страховых компаний, которые отвечают на звонки в контакт-центре. Если они понимают, что вопрос требует какой-то детализации, каких-то дополнительных мероприятий, здесь уже подключаются специалисты второго уровня. И они уже разбираются в проблеме, разбираются в вопросе и оперативно принимают меры. То есть ни один вопрос не остается без ответа. То есть одновременно они работают, да? Вот поступил вопрос какой-то сложный, специалист его тут же передает специалисту второго уровня, да? Да, если он не может сам проконсультировать, ответить на вопрос, он уже перенаправляет, и здесь же подключается специалист второго уровня. Но это не единственная функция второго уровня страховых представителей. Еще одной важной задачей является индивидуальное информирование граждан о профилактических мероприятиях. Медицинские организации представляют в страховые компании списки граждан, которые подлежат диспансеризации в текущем году. И по этим согласованным спискам страховая компания индивидуально информирует всех застрахованных о том, что есть возможность пройти диспансеризацию, что необходимо это сделать. Причем они получают информацию именно персонального характера. То есть человек видит ту поликлинику, в которую он может обратиться. Это его поликлиника прикрепления. Он видит режим работы, он видит телефон, по которому он может позвонить, записаться или получить дополнительные какие-то разъяснения о порядке прохождения диспансеризации, о том объеме исследований, консультаций специалистов, которые проводятся в рамках профилактических мероприятий. За прошедший 2017 год страховыми представителями проинформировано 100% лиц, которые подлежали диспансеризации. И теперь по итогам года можно сказать, что отклик мы получили очень неплохой. То есть по результатам, по итогам информирования первичного, информирования повторного, это когда человек не пришел, а страховая компания еще раз ему напоминает о том, что нужно появиться в поликлинике, мы видим, что более 80% людей пришли в поликлинику и прошли профилактические медосмотры. Насколько я знаю, вы помогаете не только пациентам, но еще и лечебным учреждениям, да? Да, совершенно верно. Сегодня работу новой службы увидели и почувствовали реальную помощь от работы этой службы не только граждане, но и медицинские организации. И в первую очередь это, конечно, серьезная помощь в организации проведения профилактических мероприятий. А вот ситуация, если человек не хочет, вернее даже так, не может пройти диспансеризацию, говорит, что там у него это много времени занимает, у него нет такой возможности и так далее и тому подобное. Как здесь быть? Сегодня мы в этом направлении ведем достаточно активную работу совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края, с медицинскими организациями. В первую очередь это медицинские организации, которые сегодня участвуют в реализации федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника», но и не только они. Можно сказать, что сделано немало для того, чтобы для человека прохождение диспансеризации было удобным, было быстрым, было комфортным. И кроме этого, на сегодня в медицинских организациях имеются рабочие места страховых представителей. Не во всех пока еще. Во всех «Бережливых поликлиниках» без исключения, но и в других лечебных учреждениях тоже. То есть сегодня охвачено 79 медицинских организаций. Там работают страховые представители по согласованному графику. А чем занимаются страховые представители третьего уровня? Вы сказали о первом, втором, но мы сейчас скажем телезрителям, что оказывается, есть еще и третий уровень. В соответствии с разработанной Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования дорожной картой предусмотрено три уровня страховых представителей. И с 1 января 2018 года, мы уже сказали, заработал третий, финальный уровень. Это уже специалисты-эксперты и эксперты качества страховых компаний. То есть это уже те специалисты, которые занимаются вопросами оказания бесплатной медицинской помощи, которые оценивают качество оказания бесплатной медицинской помощи. Особое внимание уделяется пациентам, которые взяты на диспансерное наблюдение по результатам проведенных профилактических осмотров, в частности диспансеризации. То есть специалисты третьего уровня оценивают состояние здоровья и с учетом истории обращения за медицинской помощью они проводят оценку своевременности, качества оказания этой помощи, особенно пациентам, которые страдают хроническими заболеваниями. То есть они напоминают о своевременности посещения лечащего врача, о своевременности стационарного лечения. Вот такая работа ими проводится. Замечательная, очень важная работа, которую делают и специалисты, и вы, в том числе, Людмила Борисовна. В преддверии замечательного праздника, 8 марта, наш телеканал хочет поздравить вас с праздником любви и весны и подарить вот этот замечательный букет от сети магазинов «Фитомаркет». Удачи вам, успехов, всего доброго. Спасибо вам огромное и крепкого здоровья всем жителям нашего края. Спасибо, спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края Людмила Борисовна Жданова. Спасибо за внимание, до встречи.